Всем привет! Меня зовут Мария. Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас снова будет парфюмерное видео и я продолжу серию рассказов про марку Juliet Has a Gun. Я уже когда-то показывала, я добавлю ссылки и сверху, и в описании на предыдущие видео. Я рассказывала, что я купила вот такой вот набор пробников уже, в общем-то, год назад и я в течение года их тестировала. Про некоторые я уже рассказала, а последние я отложила на лето, потому что мне кажется, это скорее летние ароматы. Ну и вот как раз пришел момент рассказать вам о них. Итак, я вам немножечко покажу вот этот наборчик. Здесь 7 плюс 1 аромат написано, то есть 7 маленьких пробников и один большой тревел, тревел аромата Not a Perfume. Большой тревел 4 мл и маленькие по 1,7 мл. Вот так вот она открывается, открывается, открывается. И здесь лежит такая вот брошюрка, в которой описаны все ароматы. Я вам ее поближе потом покажу. И вот такой вот наборчик. Вот мои пробники. Видно, что некоторые я уже закончила, и некоторые почти полные у меня остались. Можно сказать, значит, что эти ароматы мне понравились меньше. Вот. Либо я купила флакон и уже перестала пользоваться пробником. Может быть и так. Ну и вот этот вот тревел тоже почти полный. В общем-то не так много я им пользовалась. Итак, сегодня пойдет речь о трех ароматах. Not a Perfume, затем аромат Anyway и аромат Moscow Mule. И начнем мы, пожалуй, с самого такого хита марки Juliet has a Gun, Not a Perfume. Это молекулярный аромат. В общем-то вся марка, она пользуется какими-то молекулами. То есть это часть их такого брендового имиджа, что они основывают свои ароматы на какой-то вот молекуле и потом вокруг нее накручивают. И в аромате Not a Perfume у нас заявлена молекула Cetalox. Так. Вот я вам покажу. Написано Cetalox. Минималистичный, элегантный, чистый аромат. Древесная нота с чистым и современным шлейфом. То есть это моноаромат. Cetalox. На сайте Fragrantica заявлен этот аромат как Амбраксан плюс Cetalox. Но сама марка говорит, что только Cetalox. И в интернете я нашла также, как пахнет Cetalox. Это... Он имеет естественный древесный аромат с таким мускусным амбровым подтоном. Ну посмотрим. Вот. Естественно, все это синтетические молекулы в природе, да. Это... То есть это произведено не из природных материалов, да, а из синтетических. Вот это аромат, который я поняла меньше всего. Многие люди просто балдеют с него. И вообще с таких молекулярных ароматов. Например, с ароматов молекул. Вот эти, которые молекула 010203 и так далее. Я молекулы, к сожалению, никогда не пробовала, потому что их надо наносить на себя. И обычно, когда приходишь в магазин, у тебя нет вот возможности чисто нанести на себя один аромат и уйти. И хочется все-таки больше попробовать. И поэтому я их толком не тестировала никогда. И, наверное, знаете, не особо имею желание после того, как я попробовала ноты перфюмы. Это аромат, который я действительно поняла меньше всего. Как вы заметили из названия видео, да, это ароматы, которые, в общем-то, я буду скорее ругать, чем хвалить. Сначала при распылении он пахнет тупо спиртом для меня. То есть не имеет особо запаха. И вообще, когда читаешь комментарии, действительно, люди делятся на категории. Люди, которые чувствуют этот аромат, и там он им очень нравится, например. И люди, которые практически его не чувствуют, и считают, что это просто какая-то вода, спирт и ничего особенного. Я ближе ко вторым. То есть, да, вначале я чувствую спирт при распылении. И затем появляется такой очень-очень слабый цитрусово-древесный аромат. Я его про себя называю вялый цитрус, потому что это не бодрячок такой цитрус, как во многих одеколонах. Это не и даже не чистящее средство. А это такое что-то вот, как вот у вас в чашке, не знаю, в какой-то плошке полежал лимон. Вы лимон выкинули, а плошка у вас пахнет до сих пор им чуть-чуть. Вот какими-то кожурками такими, которые уже засохли. И вот какой-то слабый-слабый аромат лимона от них. И древесность. Да, такая, знаете, абстрактная древесность. Вот чем он пахнет. То есть, совершенно мне не понравился. Я его несколько раз носила в разную погоду. К сожалению, не пробовала комбинировать с другими ароматами. Но мне уже вот не хотелось с ним экспериментировать. Просто у меня было к нему такое, уже не отвращение, конечно, но просто, ну что это за скука и вообще какое-то голое платье короля. И как будто меня тут обманывают и пытаются выманить с меня деньги за ничто. За какую-то вот такую вот молекулу непонятную. Ну да, вот вы его нанесли на себя. И он так вот пахнет, пахнет, пахнет вот этими вялыми, неинтересными, абсолютно невозбуждающими цитрусами, которые вас не бодрят, ничего. И потом он вздыхает. Все. Вот. Это аромат ноты Perfume. И он, собственно, называется не Perfume. И я считаю, что это не Perfume. Это все очень скучно. Может быть, это будет интересно, действительно, если вы нанесли на себя летом, например, сладкий аромат, и потом решили его немножечко разбавить какими-то древесными нотами, как-то так освежить. Может быть, добавить ему, я не знаю, шлейфовости. Может быть, это будет работать. Но в одиночестве просто нет скукотища. Вот такие ароматы, я думаю, надо тестировать на себе, чтобы понять вообще, как они вам, вот такое вот направление ароматов. Для меня однозначное нет. И я буду избавляться от вот этого вот тревела, да, вот этого от Леванта. Ну, нет, не от Леванта, а от Тревела, да. Я его поставлю на своем сайте, на Perfume.de, на обмен или на продажу. И если вас интересует, можете туда заглянуть. И если он еще не ушел, то можете его там приобрести или поменять со мной. И остальные пробнички я тоже как бы в довесок, скорее всего, положу к вот этому вот Тревелу. То есть вот, ну, весь этот вот остаток набора я буду обменивать. Затем, следующий аромат у нас, Moscow Mule, это название коктейля. И сейчас я вам скажу, что нам пишут здесь, Moscow Mule, вот он, такой вот флакончик тоже. Not a Perfume просто белый флакончик. Moscow Mule белый, с такой вот золотисто-бронзовой крышечкой. Основные ингредиенты здесь имбирь, лайм и амбер экстрим. И амбер экстрим, я так посмотрела, это торговое название, то есть это за, как это сказать, ну, торговая марка. Это такая молекула, которая пахнет амброво-древесной, такой сухой аромат. Собственно, даже можно найти в интернете формулу этой молекулы C18H32O. Я думаю, что это вот она. И этот аромат Moscow Mule основан на запахе коктейля, в который тоже входит лайм и имбирь в состав. К сожалению, я никогда это не пила, я небольшой такой знаток, любитель коктейлей алкогольных. Я не так много пью алкоголя, вот не имела чести попробовать. Ну, может быть, когда-нибудь попробую, просто ради интереса сравнить вот с этим ароматом. Этот аромат, ну, поинтереснее. Так, где у меня пробник? Но в пробнике осталось довольно много. Я вообще-то, когда его попробовала, мне понравилось. Когда вы распыляете, тут такой довольно бодренький лайм. В принципе, цитрусы, знаете, я раньше больше любила, в последнее время что-то мне вообще не тянет на цитрусы так сильно. Но вот если делать рейтинг цитрусов, которые мне больше всего нравятся, то, пожалуй, лайм будет где-то в топе. То есть я люблю, например, мандарин, но он более мягкий аромат, даже не такой освежающий, просто сладковатый. Я люблю лайм и гриппфрут. Не очень люблю лимон, потому что это часто какое-то моющее средство. И апельсин я больше люблю не освежающий, а в качестве, например, знаете, какие-то апельсиновые там пряники, вот такое более сладкое направление, зимнее, глинтвейн, вот что-то в этом роде мне напоминает апельсин. Лайм, ну, в общем-то, мне нравится. И когда вы наносите этот аромат, вы чувствуете действительно такой свежий лайм, коктейль, приятно. То есть мне он понравился, я думала, что я буду больше его носить. И даже когда брызнула, думала, хороший такой свежачок на лето. Но у него есть проблема, когда вы его носите, в нем проявляется такой нежный аромат бензина. Вот я сначала думала, может быть, мне кажется, может кто-то выветрится, знаете, появился какой-то момент и уйдет. Нет, носите, если на себе, особенно если вы так хорошенько, ну, обольетесь им как свежаком, аромат бензина будет вас преследовать. Такой вот каких-то немножко выхлопных газов, да, не знаю, мне это не нравится. Я такое, кстати, чувствую в аромате Juliet has a gun Another Oud, тоже такой, знаете, нежный оттенок кирзачей, как я его называю. Вот здесь нежный оттенок бензина. Вот, знаете, Another Oud тоже довольно приятный аромат, он мне в целом понравился, но вот этот оттенок какой-то химии кирзачей меня просто бесил потом, когда я его поносила несколько раз. В этом аромате тоже. Было бы все неплохо, был бы такой бодренький лайм, но имбиря, вот не знаю, кстати, скорее лайм я чувствую, имбирь может быть где-то там на заднем плане, что-то придает какую-то остроту. Бензин, бензинович появляется и нет. То есть, и вообще, не знаю, он мне не настолько показался интересным. То есть, много-много разных, знаете, таких освежающих одеколонов и дешевле можно купить. Я вам рекомендую, например, фирму, которая производит одеколоны, Акваколония 4711. Прекрасно, у них есть бюджетные линейки, которые стоят там по 15 евро за довольно большой флакон и поливайте сколько хотите, будет все на уровне для лета. Да, вот для именно политься чем-то таким освежающим. А этот не стоит того. Знаете, можно носить, но нет, тоже я не поняла этот аромат. И последний аромат Anyway. Я вам покажу, что я его, в общем-то, почти сносила. То есть, он мне понравился больше. Я его носила несколько раз. Я вам сейчас скажу, так, в нужном порядке. Вот он у нас здесь, тоже белый флакон. Вот видите, я вам сегодня три белых флакона показала. Аромат состоит, значит, ингредиенты зеленый лайм, гидеон и мускус. Опять у нас здесь лайм. Молекула гидеон основная. Ее парфюмерный профиль это свежий цветочный аромат, напоминающий жасмин с зелеными нюансами. Ну и действительно, гидеон, насколько я знаю, это такая молекула, вещество, которое используется во многих ароматах, ароматах для придания именно вот этого жасминового аромата, им жасминовые ноты дает. На фрагрантике заявлено больше нот у этого аромата. Я вам сейчас прочитаю. Лайм, нироли, жасмин, амбраксан, мускус, древесные ноты, гидеон. Ну, в общем-то, тоже вы видите, что лайм, жасмин, гидеон здесь в основе, плюс еще древесные ноты. Ну, все не так сложно, мне кажется. Честно говоря, жасмина как такового я здесь не почувствовала. Я вообще небольшой любитель жасмина, я часто к нему испытываю некоторое такое неприятие. Я его чувствую иногда как пластик, немножко такой вот оттенок у него бывает, но здесь нет этого. В целом аромат мне понравился. Для меня он пахнет очень нежно, да, вот такое что-то мускусное, аромат чистоты, аромат какого-то такого постиранного белья даже, я бы сказала. То есть, если вот вы ищете что-то подобное, белый мускус, то это хороший вариант. Очень ненавязчивый запах, у него есть цветочные оттенки. Если честно, я это больше ощущаю как такую пудровую розочку. Ну, потому что это скорее для меня абстрактный цветочный аромат. Здесь я не чувствую конкретно там жасмина, нироль или чего-то такого. И поэтому мозг у меня это, видимо, идентифицирует как пудровую такую абстрактную розочку. Не чувствую лайма как такового. То есть, если вы, когда вы носите этот аромат, через какое-то время появляется небольшая кислинка, вот как бывает у розы. Если вы понюхаете там свежую розу или шиповник, у них есть кислинка у некоторых сортов. И вот я что-то подобное чувствую. Это, видимо, лайм. Но для меня это добавляет только вот этому общему образу нежной розочки. И аромат действительно очень-очень нежный, такой интимный. Вы его, в общем-то, не ощущаете. По крайней мере, я его не ощущаю вот как шлейфовый аромат. Скорее, он сидит близко к коже. Создает ощущение чистоты, какой-то такой постиранности, свежей вымытости. Мне лично больше нравятся ароматы, которые все-таки больше дают, вот больше пахнут. Ну, то есть, но при этом я думаю, что это хороший вариант, например, для тех, кто не любит слишком сильные ароматы. Или по работе, например, нужно им какой-то более скромный аромат носить. То есть, мне кажется, если вы нанесете на себя этот аромат, то люди будут чувствовать, что от вас пахнет, может быть, таким свежим бельем или какой-то чистотой. Но они не будут понимать, что это парфюмерия. Мне кажется, у людей будет ощущение, что просто вы так, естественно, хорошо пахнете или как-то вот свежестью от вас веет. В этом смысле это на самом деле классный такой эффект. Мне понравился. И мне кажется, вот у меня ассоциация, что это был бы хороший аромат, например, для воспитательницы, да, какой-то вот такой вот чистоты аромат. То есть, представляете, если вы работаете с детьми, вы, наверное, не наденете прям лавиэ бель, вас родители там потом загрызут за такое. Но при этом будете создавать такое приятное ощущение, приятную атмосферу вокруг себя распространять. Я, пожалуй, не буду покупать себе такой аромат. У меня есть похожий интимный такой пудрово-фруктово-цветочный True Lust от Eldo, который я почти не ношу. Поэтому я могу сказать, что, наверное, такой интимный аромат это не совсем ходовой такой парфюм в моем гардеробе. Но, в принципе, если бы у меня был флакон, я могу себе представить, что я бы его носила и мне бы это нравилось. То есть, может быть, аромат там для такой молодой мамочки, может быть, которой не хочется прям совсем пахнуть тяжелой парфюмерией, а именно хочется просто создавать атмосферу нежности. Этот аромат, в общем-то, я поняла, то есть не соответствует тут названию, описанию. В целом он мне понравился. Ну, лично для себя я не вижу просто места в гардеробе для такого аромата. Но, теоретически, если бы у меня возникла потребность в таком очень тихом каком-то аромате чистоты, я бы рассмотрела этот вариант в числе прочих. Хороший аромат. В общем, этот из тех трех, которые я рекомендую, да, из этой тройки. Хорош, хорош. Гедеон Амбраксан. Слушайте, я только сейчас заметила. Значит, anyway, здесь, в этой брошюрке написано зеленый лайм, Гедеон Мускус. Здесь тоже написаны ингредиенты каждого аромата, и здесь написано как Нероли, Гедеон Амбраксан. А на фрагрантике, видимо, совместили и то, и то, и получилась такая пирамида из нескольких вот этих вот нот совмещенных. Так странно, почему они пишут здесь одни ноты, а там другие. Не понимаю. Вот это то, что я не поняла, например, в этом наборе. Вот. Остался у меня из этого набора один аромат, о котором я еще не успела рассказать. Так, если вы вспомнили, догадались ли вы, о каком аромате я еще не рассказывала. Это Sunny Side Up. Это мой фаворит, которого я, тадададам, купила флакон, и даже не один. И в следующий раз, или в один из следующих разов, я вам расскажу об этом аромате. Буду ему петь дифирамбы. Покажу вам свои флаконы. У меня их два, 50 и 100 миллилитров. И расскажу, по чем же он мне так понравился. И будет распаковка одного из флаконов, потому что это дубль, и я его еще не открывала. То есть покажу вам прямо, как все упаковано у них. У них очень интересная упаковка у флаконов. Мне очень понравилось. Итак, спасибо, что посмотрели. Напишите мне на сайте Parfum Odea, если вас интересует этот наборчик. Я его постараюсь в скором времени поставить туда на продажу или на обмен. Напишите мне, какой из ароматов джульетты вам больше всего понравился. Что вы мне еще рекомендуете попробовать у этой марки. И спасибо вам за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всем пока!